МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дополнительную плату за ускоренное оказание госуслуг предлагают внедрить в Казахстане. Агентство по делам госслужбы считает, что такие меры помогут избежать коррупционных рисков при получении документов в цонах, акиматах и других ведомствах. По результатам проверок, с начала года 51 должностное лицо привлечено в дисциплинарной ответственности. 12 госслужащим были выписаны штрафы более чем на 1 миллион тенге. Коррупционное правонарушение агентства по делам госслужбы выявляет и в министерствах. Согласно недавним отчетам, лидирующие позиции в этом рейтинге занимают Министерство внутренних дел и Министерство финансов. В главном финансовом ведомстве страны число нарушений возросло сразу на 81% по сравнению с предыдущим годом. К сожалению, на сегодняшний день только одна государственная услуга – это выдача удостоверения личности и паспортов в нашей стране – оказывается платно, за ускоренно. Это в пределах не более 5000 тенге в среднем и получить в ускоренном порядке. Конечно же, чистка собственных рядов – это большая работа, большая задача, мы это проводим. Но в целом антикоррупционная работа должна строиться не только путем выявления коррупционных правонарушений, но и создание системных условий, которые бы препятствовали коррупцигенности этой сферы. Одно из главных направлений – это как раз переход на государственные услуги, оказываемые в электронном формате. Это мы как раз реализуем совместно со Всемирным банком. Рекордные дивиденды заплатят держателям простых акций «Казтрансойл». Такое решение было принято на ежегодном собрании акционеров нефтетранспортной компании. В свой юбилейный год крупнейшей нефтетранспортной компании страны есть чем удивить. На годовом общем собрании акционеров «Казтрансойл» было объявлено решение выплатить рекордную сумму дивидендов по простым акциям в 59 миллиардов и 617 миллионов тенге. Это самый высокий показатель за весь период публичного размещения акций на казахстанской фондовой бирже с 2012 года. О стабильности говорят и амбициозные планы на обозримое будущее. Сейчас в компании реализуется крупный проект – реверс нефтепровода от «Рау Кенкияк». Это позволит поставлять западно-казахстанскую нефть на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, а в перспективе экспортировать казахстанскую нефть в Китай. Размер дивидендов на одну простую акцию составляет 155 тенге, что по сравнению с прошлым годом вышло на 17%. Доходную часть при этом составляет около 22% с момента размещения акций. Акционерное общество «Казтрансойл» сохраняет экономически стабильную деятельность, даже в то время, когда цена на нефть у нас не такая высокая, как была и как хотелось бы. Слаженно и без сбоев отработали осенне-зимний период энергосистемы Казахстана и соседних стран. Итоги прошедшего года и плана на новый обсудили члены Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии, 26-е заседание, которое прошло в Алматы. Согласование вопросов параллельной работы энергетических систем Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана – одна из задач Координационного электроэнергетического совета Центральной Азии. Благодаря этой уникальной совещательной площадке страны-регионы без отключения сбоев проходят самые напряженные отрезки года. Задача на ближайшую перспективу – ввести в строй новые линии электропередачи в 500 кВт север-восток-юг для надежного обеспечения энергии южных регионов страны. Сейчас в мире очень большие тренды по развитию возобновляемой энергетики, по хранению энергии, по глобализации энергетических систем. Нужно изучать рынки и Ближнего Востока, и, может быть, мы создадим какой-нибудь там мост между европейской частью и Ближним Востоком для того, чтобы каждая энергосистема могла бы экспортировать излишки генерации, которая имеется в каждой энергосистеме. В Казани прошло заседание Совета главправительств Содружества независимых государств. Премьеры обсудили и подписали программу инновационного сотрудничества. Одобрен документ единогласно. Экономическое развитие обсудили в узком составе заседания Совета главправительства СНГ. После чего заседание продолжилось в расширенном составе. Один из первых вопросов – использование атомной энергии в мирных целях. После заседания Дмитрий Медведев и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев ответили на вопросы. В частности, о сотрудничестве с Китаем в рамках проекта «Шелковый путь». Во второй части дня – заседание Евразийского межпарламентского совета. Они также прошли в узком и расширенном составах. В ходе заседания подписали более десяти соглашений, в том числе об инновационном сотрудничестве и противодействии распространения контрафакта. Сегодня было подписано соглашение о совместном использовании уникального такого комплекса экспериментального, который создается в Казахстане на базе национального ядерного центра. Это так называемый «Матераловедческий токамак». Результаты таких исследований востребованы будут при модернизации промышленных реакторов, а также для разработки перспективных энергетических реакторных установок. Через страны СНГ проходят основные транспортные маршруты, которые предполагаются в процессе реализации инициативы «Один пояс, один путь». И миновать наши страны и Содружество просто нереально при осуществлении этой инициативы. Предполагается вдоль этих транспортных коридоров, в которых несколько вариантов было представлено, будут развита соответствующая инфраструктура промышленная, скажем так, построенные соответствующие образовательные учреждения и так далее. Армения – идеальное место для разведения шиншилл. В этом уверены заводчики и бизнесмены. При незначительном уходе и затратах можно получить максимум прибыли. Мягкий и густой мех зверьков пользуется спросом в Европе и странах ЕАЭС. В Армении успешно разводят шиншилл. Чтобы обойти конкурентов на пушном рынке, заводчики занимаются селекцией. Армянские производители уже выходят на международный рынок и даже добились права на участие в крупном копенгагенском меховом аукционе. В республике за последние несколько лет открылось более 50 шиншилловых мини-ферм и питомников. В каждом рассчитывают на признание в мире. Мяг шиншилл в три раза дороже соболя и песца. За шкурку одного животного на рынке дают в среднем 130 долларов. Основной покупатель пока – Россия. В результате можно получить множество цветов шиншилл. От стандартного серого до сапфирового. Всего около 12 оттенков. Благодаря упорной работе мы получили шиншилл темно-серого окраса. Это не считается мутацией, а значит, стоит на рынке намного дороже. Это и есть наш армянский стандарт. Система студенческих стартапов не приносит той отдачи, на которую рассчитывали власти, признал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения со студентами Казанского федерального университета. На встрече с премьером глава Татарстана Рустам Мениханов высказал мнение, что студенческие разработки пока развиваются слабо, несмотря на то, что инструментов много. На что Медведев ответил, что на данный момент это не принесло даже 10% той отдачи, на которую мы рассчитывали. Глава правительства добавил, что этот вопрос обсуждался на вчерашнем совещании у президента. Бизнес предпочитает вкладываться в беспроигрышные дела, где сразу будет отдача, указал Медведев. Он также призвал сделать разброс квалификационных требований по грантам, пособиям, стипендиям для студентов более гибким. Мы очень часто слышим, что наша страна богата талантливыми изобретателями, но крайне слабо использует экономический эффект от своих изобретений. Или что мы очень слабы в коммерциализации тех идей, тех изобретений, тех интеллектуальных решений, которые мы получаем. Ежегодно Беларусь должна наращивать объемы добычи углеводородов. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко. На Восточно-Доброгощанской площади залегает от 350 до 800 тысяч тонн нефти. Для того, чтобы пробурить скважину, специалисты используют растворы соли и воду. Но прежде чем здесь полноценно начнут добывать нефть, пройдет еще несколько месяцев. В Минприроды говорят, что несмотря на трудности добывать свою нефть выгодно. В сутки по всей стране производят 4,5 тысячи тонн. Этого хватает, чтобы обеспечить треть потребностей страны. Но геологи оптимисты. Идет разведка новых месторождений. Энергетическая безопасность стоит того. Цены на нефть рухнули после саммита ОПЕК, несмотря на то, что его участники договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Мировые цены на нефть рухнули почти на 5%. Стоимость эталонной марки Brent с поставками на июль колеблется в районе 51 доллара за баррель. Июльские фьючерсы опустились до 49 долларов за бочку. Произошло это на фоне продления соглашений странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель о сокращении добычи черного золота. Все участники Венского саммита договорились о продлении действий документа еще на 9 месяцев до марта 2018 года. По мнению экономистов, резкое падение цен вызвано спекулятивными ожиданиями. Все продовольствие, импортируемое из Украины в Приднестровье, теперь будет контролироваться Молдавским национальным агентством по безопасности пищевых продуктов. Накануне Украина ввела запрет на ввоз еды на свою территорию без молдавских документов и аннулировала все ранее выданные разрешения. В Тирасполе считают это серьезной угрозой для продовольственной безопасности региона. В Кишиневе, наоборот, полагают, что фитосанитарный и ветеринарный контроль пресечет ввоз зараженных чумой продуктов животного происхождения. В ведомстве отмечают, получить разрешение импортерам очень просто, достаточно отправить заявление онлайн. За 5 дней действия запрета агентство уже выдало разрешение 7 импортерам из Приднестровья. Оказывается давление экономическими методами, другими способами, которые имеют политическую подоплеку. Но, к сожалению, это та реальность, с которой нам приходится работать, и это те проблемы, которые нам приходится решать с использованием тех методов, которые действуют в классической дипломатике. Самая важная и главная проблема – это то, что будет происходить с населением Приднестровья и наш социально-экономический климат. Вот эти последствия сегодня наиболее важны с точки зрения Приднестровья. В общем и целом, конечно, такие последствия, такие решения Украины, как посредника страны-гаранта, в совокупности с решением обстановки совместного таможенного контроля, не укладываются, с нашей точки зрения, в статус Украины как посредника и гаранта. Количество банков на Украине сократилось за последние 3 года вдвое, до 90 финансовых учреждений, сообщает Национальный банк Украины. В начале года на Украине работали 96 банков, в январе 2016 года – 163 банка, а три года назад – 180. Из 90 банков, имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности, 38 банков имеют иностранный капитал, в том числе 5 – российский капитал, а 17 банков на 100% принадлежат иностранцам. Общественная организация «Украинский выбор права народа» на днях заявила, что политика очищения банковской системы Украины, которая проводила бывший глава Национального банка Украины, привела к рекордным убыткам. При этом организация напоминает, что НБУ 11 мая пересмотрел показатели работы банковской системы за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22%, до 196 миллиардов гривен, а это более 7 миллиардов долларов, что является рекордным историческим показателем убытков банковской системы Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин